Благородный олень-морал – животное, хотя и дикое, но вполне миролюбивое. К тому же эти красавцы быстро сообразились – здесь сытно и безопасно. Кормление в вольерах чётко по расписанию один раз в день. И к определённому времени крупнорогатые собираются здесь и с нетерпением ждут подкормки. А ради зерна эти милые дикари и погладить себя дадут. Они уже привыкли, приходят к девяти. В девять у нас начинается кормление. Кормим зерносмесью – это кукуруза, ячмень и зерно. Сено вывозим, как полагается. Вода у них родники бьют, вода как своя идёт. Регулярно проводим охрану круглосуточно от нападения хищников. Сотрудничаем с ветеринарными службами и под их контролем, их консультацией, так сказать, проводим профилактику заболеваний животных. Охот хозяйства Куинрёчинска – это два вольера для содержания и разведения диких животных. Один в Уздонецком районе, другой в Константиновском и непосредственно охотничьи угодья. Всего порядка 40 тысяч гектаров земли. За последние 10 лет охотхозяйство Куинрёчинское для формирования маточного поголовья приобретало различные виды животных. Например, такие, как олень пятнистый из Алтая были завезены к нам животные, лань европейскую из Смоленской области, муфлон европейский, олень европейский из Ростовской области. После формирования маточного поголовья и появления первого молодняка животных выпускают в естественную среду для роста численности и сохранения разных видов. Иногда перевозят в другие регионы. А охотиться на территории Куинрёчинского можно в определенных местах с соблюдением всех правил и под контролем егеря. Стрелять можно только с вышек. Кстати, отсюда же сотрудники охотхозяйства ведут мониторинг животных. Сейчас в этих лесах порядка 250 голов. Подкармливают их ежедневно на специальных площадках. Получив разрешение на добычу охотничьих ресурсов, в разрешенные сроки охоты и разрешенным способом, например, это добыча животных с вышки, можно приехать и отстрелять то животное, которое вы хотите. В основном это молодые сигалетки животных, это животное, рожденное этим летом. То есть этого года. Также можно отстрелять и трофейное животное. В лесах есть и другие животные, в том числе хищники, волки и лисы. Так что в отличие от вольерного содержания, здесь в дикой природе животным приходится по-настоящему выживать. Дарья Петренко, Андрей Токарев, Перворостовский.